Хантемансийский теннисный корт покрывают глиной и дробленым кирпичом. Земельные работы проводят прямо под крышей Центра развития теннисного спорта. Через неделю здесь пройдет матч Кубка Федерации между Россией и Латвией. Одно из требований для его проведения покрытие должно быть грунтовым. То есть из натуральных материалов – кирпичной крошки, глины и речного песка. Анна Шуркевич одной из первых увидела новый корт. Можно подумать, что здесь решили посадить картошку. Грабли, лопаты, мешки с грунтом, тачки. В теннисном центре в ходу все, что есть у уважающего себя дачника. Только грядка здесь довольно внушительная. Размером со стадион. Сейчас все это дело укатывается, все это дело проливается, укатывается, проливается, укатывается. И должна получиться какая-то цельная плоскость, по которой человек с нормальным весом может бегать, отталкиваться, мяч нормально отскакивается. То есть это такая вот работа, скажем так, на пальцах. Этот деревянный короб защищает все новое покрытие, которое, как салат мимозы, состоит из разных слоев. Внизу родное покрытие теннисного центра. Чтобы не испортить, его закрыли пленкой и слоями фанеры. Далее дренаж и щебня и слой гранита мелкой фракции. И только на самый верх укладывается теннисит – смесь кирпичной крошки, глины и песка. Даже на таких, вроде бы низких каблуках, на неуплотненный корт наступать нельзя. Поэтому снимаем и пробуем профессию у трамбовальщика катка. Вот этот вот каток весит примерно 250 килограммов. Ну, я так скажу, мне нелегко. Хотя нет, когда разгонишься, это нормально. Это здорово, это здорово, это очень-очень хорошо. Это здорово, это здорово. Я прошлась минут пять. Ну, не сказать, чтобы это легко. А люди здесь работают 12-часовую смену. Каждый день, примерно час, надо утрамбовывать вот такую полосу. Все, спасибо. Преимущество этого катка в его компактности и маневренности. Сама конструкция держится в строгом секрете. Как все нюансы грунтового корта. Вот это моя самая секретная технология. Вот этот инструмент полностью мной придуман. Он самый секретный. Это для работы на теннисном корте. А почему? Что в нем такое? Что это такое? Это секрет. Конкуренты же не спят, конечно. Все оборудование здесь секретное. Специальное приспособление для установки линий, чтобы они не ломались. Ну, то есть, очень много нюансов. Как раз сейчас в теннисном центре прокладывают разметку. А после уплотнения грунта выложат еще один слой теннисита. Уже финишный. Кстати, сюда для покрытия привезли 12 фур щебня. И 4 больших роза битого кирпича. Все это разгружали вручную. Три дня и три ночи. Это очень уникальный. Он для всех. Для любого, кто бы сюда пришел, это было бы испытание. Это сложно. Вот этот именно корпус, он сложный. Он технологически сложный. Физически очень сложный. Большое количество людей. У нас здесь, если перевести в человека смены, ну, больше 500 человек было задействовано. 500 человек смен. И эти титанические старания для пяти теннисных игр Кубка Федерации. На корте встретятся спортсменки из России и Латвии. С сильнейшими прибалтийскими теннисистками сыграют российские олимпийские чемпионки. Екатерина Макарова, Анастасия Павлюченкова, а также победительница трех турниров Международной Федерации Наталья Вихлянцева. Для Ханты-Мансийска эти соревнования станут самыми статусными за всю историю югорского тенниса. Анна Шуркевич, Лев Рыжков, телерадио компания «Югра», Ханты-Мансийск.